По традиции ветеранов БАМа встречают на железнодорожном вокзале Севербайкальска. Приветственные слова, хлеб, соль и белая пища. Уже после все участники торжественного митинга выстраиваются в парадные колонны и шествуют к главной площади города. Одной из самых многочисленных стала делегация из Бурятии. Мы смогли сегодня встретиться с юностью, с молодостью, с друзьями, когда вышли бы всем с поездом. Люди наши обнимались, нас целовались, встречались, некоторые не узнавали друг друга. Но самое главное, вы понимаете, что та огромнейшая жизнь, которая здесь прожитая, сегодня позволяет радоваться, приехать по этой и своей земле. Мы приехали домой. БАМ это все, вся молодость, вся юность, наши дети здесь родились, у некоторых воспитывались, тут семьи появились. В общем, БАМ это для нас все, дорога жизни. И я снова бы поехала на БАМ, даже несмотря на свой возраст. В парадном строю вместе с ветеранами и глава Бурятии. Шествие по Ленинградскому проспекту заняло около получаса. Уже на главной площади состоялся торжественный митинг. Кто-то говорит, была романтика, но романтика была сначала. А потом был ежедневный, многолетний, тяжелейший труд в суровых условиях, в непогоду. Мошкара, мороз, жара и все, что с этим связано. И, конечно, мы благодарны тем, кто БАМ построил, тем, кто создал его, тем, кто дал стране новые возможности, новый выход к морю. Также состоялось честование ветеранов БАМа. Свои награды получили и те, кто не смогли присутствовать на площади. Уже после торжественного митинга Алексей Цыденов посетил местную районную больницу, ознакомился с положением дел на месте и вручил памятные медали ветеранам. В праздничный день много говорили и о дальнейшем развитии Байкала-Амурской магистрали. Частный инвестор Сиба-Карацит заходит на строительство 2-го Северномуйского тоннеля. То есть БАМ получает новую жизнь, но и здесь формируется новый грузопоток. Вот селеритные месторождения, которые здесь недалеко от Нового Яна сейчас взяли, это одно из крупнейших в мире месторождений по минеральным удобрениям и по алюминиевому сырью. И зашел инвестор, уже порядка 400 миллионов уложил. То есть здесь будет развитие. В рамках развития предусмотрено усовершенствование инфраструктуры в поселках Набами. В этом плане работа между правительством Бурятии и РЖД налажена. Это строительство домов и социальных объектов. Батар Ламбаев, Андрей Дармаев. Новости дня. Севербайкальский район. Севербайкальский район.